Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя. Журналист Андрей Вдовин. Андрей, здравствуй. Как всегда мой традиционный физкульт. Привет. Привет, Андрей. Да, и у нас в гостях действительно почетные гости. Мне всегда так странно, когда столь молодая и прекрасная особа и вот столь заслуженная. Я готов на вдохе. Российская фигуристка первая и пока единственная в истории двухкратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании, чемпионка России, серебряный призер чемпионата Европы, двукратный серебряный призер командового чемпионата мира, серебряный призер финала гран-при сезона, победительница финала гран-при среди юниоров сезона, серебряный призер чемпионата России, бронзовый призер чемпионата России, чемпионка России среди юниоров, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, мастер спорта России международного класса Елена Родионова. Ура, ура. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. Добро пожаловать. Ну, Миша, на самом деле, не сказал самого главного, чисто моё мнение, но мне кажется, что Елена – это самая красивая девушка в фигурном катании сейчас. Спасибо большое, очень приятно. Ах ты ж... Да, да, да. Мы знаем, кого приглашать. Лена, первый вопрос. Сейчас мы про гран-при будем говорить, да? Это очень странно. Почему вас очень легко найти? Потому что вы Родионова. Не Родионова, как это привык, а Родионова. Вы знаете происхождение своей фамилии? Честно сказать, я не знаю происхождение своей фамилии. А часто ошибаются, когда пишут? Наоборот, меня тяжело найти, потому что я Родионова, а всегда все пишут Ро, и ни в каких документах меня никогда не могут найти грамоты у меня. Половина Родионова, половина Родионова. Но я уже привыкла и к этому абсолютно спокойно отношусь. И когда меня спрашивают, скажите фамилию, я говорю, Родионова через А. Это уже прям как лозунг. А мне кажется, у меня есть версия. Родионова – это слово от радио. Радио. Ты прав. Главное, что не от ради я. Не от химического элемента. И ты, Михаил, прав. И я права. Мы все правы. Так, на всякий случай. Вообще мы все молодцы. Про гран-при. Да, и мне кажется, что… Почему я про радио тоже заговорю? Потому что у Елены сегодня, сегодня эфир только не на радио, а на телевидении. Она будет комментировать этап гран-при во Франции. Волнуетесь? Честно сказать, для меня это действительно очень волнительно, потому что это… Я буду в новом амплуа, и для меня это очень непривычно. Вчера я полвечера смотрела информацию о спортсменах, потому что, ну, понимаешь то, что ты не можешь просто так говорить, ой, да, он молодец, сделал этот элемент. Ой, упал с этого, да. Ты понимаешь, что нужно все равно интересное что-то рассказать о спортсмене, и это, ну, такая же работа, как и кататься на льду. А вот скажите, пожалуйста, к этому нужно готовиться? Как-то, может быть, вы обучение проходили? Что говорить, как говорить во время комментирования? Честно сказать, я никакое обучение не проходила, поэтому сегодня все будет очень интересно. Да, сегодня Мач-ТВ будем смотреть и слушать, и, конечно, мы будем болеть сегодня за Евгению Медведеву. Ну, Лен, ваше мнение вообще? Главная интрига вот этого этапа гран-при? Отберется Женя или не отберется? Ваше мнение? Ну, у нее очень большие шансы отобраться, и все зависит, на самом деле, только от нее, как она соберется, насколько мы видим настроение ее боевой. Поэтому, я думаю, у нее сегодня все получится. Ну, я напомню нашим слушателям, что, чтобы гарантированно отобраться, Жене надо вообще выигрывать этот этап гран-при. Это очень сложно, потому что есть очень сильная конкурентка, японка. Их там несколько японок, там есть Рика Кихира, да? Да, Рика Кихира, которая сейчас прыгает два тройных акселя, и, мне кажется, она очень сильная соперница нашим девочкам. И Майя Михара, если я имею в виду. Майя Михара, да. Получается, что... Откуда я все это знаю? Не знаю, Мишечка. Вы, наверное, так же со мной вчера вечером готовились просто. Я просто смотрел фотографии красивых фигуристок, и после Родионовой пошли в Рэдди Теннелл, Майи и прочее. Кстати, о фотографиях часто приглашают, вот мы знаем, любят же календари приглашать известных спортсменок, да? Но вот я не припомню фигуристок, я помню теннисисток, там, да, я не знаю. А вот фигуристок, как вы? Честно сказать, мне кажется, как-то совсем редко нас приглашают. Что-то странное, правда? Ну да, как-то странно совсем. Я не знаю, заходите в Инстаграм, смотрите, там... Ну, только я про календари, ты же понимаешь. Вот вопрос, какой был после... Миша меня сбил слегка, смотрите. У меня впечатление складывается, что все фигурное катание нынче сводится к тому, насколько оборотов будет прыжок, извините меня за непрофессиональные какие-то комментарии, да, и в техническую сторону вопроса. Это правильное ощущение? Или все-таки осталась художественная нота, потому что это же фигурное катание? Ну, сейчас у нас спорт начал развиваться в сложности прыжков, все пытаются прыгать в многооборотные прыжки, и в этом году систему поменяли. Раньше у нас была система от минус трех до плюс трех. Это что такое от минус трех до... Это есть основная техническая бригада, которая ставит уровни на вращениях, смотрит прыжки, там, с нужного ребра. Назовем это базовая оценка. Да, базовая оценка. Так, теперь понятно. А есть еще шесть судей, которые ставят за каждый элемент теперь уже от минус пяти до плюс пяти. То есть могут снизить, могут добавить. Да, и сейчас спортсменам выгодно прыгать чисто прыжок и уверенно, чем он будет пробовать какой-то сложный многооборотный прыжок и с него падать, и он получит намного меньше, чем он получит за простой чистый прыжок. Поэтому сейчас тоже у спортсменов стоит вопрос, что же все-таки сделать. Усложнить программу, идти на риск, или же все-таки сделать свой базовый вариант, но при этом ты будешь уверен... На твердую четверку, чем на либо пять, либо три с минусом. Да, и действительно это сейчас прокатывает, потому что кто рискует, не всегда получает тот результат, который хочет. А вот у меня такой вопрос. Прогнозам Елены можно верить. Почему? Потому что она, по-моему, первая, кто предсказал победу Загитовой на чемпионате Европы, а потом на Олимпиаде. Она вот была первой, это человек, который сказал, что Загитова победит Медведева. И сколько потом фанатов Медведевой набросилось на Елену, я это отлично помню, потому что ее прям... Смотрите, мне кажется, что сейчас в фигурном катании вообще фанаты стали очень дикими, очень раздраженными, очень по-боевому настроению. Как футбольные они были. Ну, фаеров нету, но прям там скоро драки начнут. Я тебя, извини, сейчас перерву. В начале века 20-го, ну, в 20-х, в 30-х годах были оперные фанатки. Был Сергей Лемешев и был Иван Козловский. Два прекрасных человека, которые пели тенорами. Так вот, были Козлов... Нет, были Козлятки, да, и были Лемешистки. Или Козлихи их еще наберут. Там чуть не до драк доходило. Ну, вот я хотел спросить, вам угроз не поступало? Нет, слава богу, мне никаких угроз не поступало. Мои фанаты очень добрые. Ну, кстати, я заметила сейчас в интернете очень много негативных комментариев. Люди действительно как-то очень негативно настроены. Если человек любит одного спортсмена, то он не может любить другого. То есть, например, когда ты в Японию приезжаешь, японцы вообще любят всех, они всем очень рады, и это действительно очень приятно. Потому что им не важно даже, кто будет первый, кто второй. Им важно прийти на сами соревнования и просто получить удовольствие от катания. И, естественно, спортсмен получает удовольствие от того, что за него болеет, переживает. А в Японии больше всех мягких игрушек летит на лед? Да, там не только мягкие игрушки, там всякие браслетики, платочки. А вы это храните, забирайте, мне всегда интересно. Вы знаете, что-то я забираю с собой, что-то, например, могу отдать, ну, какие-нибудь детские дома, например. То есть всё равно оставить эти игрушки с пользой. Да, Лен, мы просто на этой неделе начинали свою программу в понедельник с того, что рассказывали о том, как полутораметрового медведя утаскивали со льда. Значит, вот эти вот маленькие дети, которые собирают игрушки, не могли этого Мишку, значит, никак утащить. А самая большая игрушка, которую вам бросали? Как картина первого тройка. Ну, это, наверное, тоже плюшевый медведь. Но у меня не было прям таких вот больших размеров. У меня все компактненькие игрушки. Но было очень приятно, когда делали медведей именно в моих платьях для выступлений. Да вы что? Да, это очень приятно. Я их коллекционирую, у меня прям есть своя коллекция. Много? Уже три. Но я знаю, ещё два сделали, поэтому я жду вот в скором времени ещё двух. Друзья, свои сообщения можно присылать. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Вот здесь уже Лену просят сразу после комментирования в Госдуму идти. Мы подумаем над этим. Спасибо. Посмотрите на божественную красоту Елены Родионовой. Ну и так бы. На нашу. Андрея Вдовина. Да, Андрея Вдовина. А я сегодня в костюме. Ты сегодня, Андрей, в костюме. Можно на Ютюбе. Набирайте главное вовремя сегодняшнее число. И оказывайтесь у нас в студии. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Реклама. Катаракта – не приговор. Офтальмологическая клиника «Сфера» с опытом проведения хирургических операций более 20 лет дарит скидку 5000 рублей на хрусталик по кодовому слову «Катаракта». Восстанавливаем зрение за один день. Надежно, быстро и безопасно. Клиника «Сфера». Мы дарим счастье. Телефон 495-480-8188. Сайт sfe.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возникли проблемы? Являетесь обманутым вкладчиком? Задерживают зарплату? Не выплачивают элементы? Страховая не возмещает ущерб? Проблемы по вступлению в наследство? Земельные споры? Конфликты с застройщиками некачественно оказали услугу? Внимание! Городской департамент защиты прав человека проводит бесплатные юридические консультации и предоставляет весь спектр юридических услуг. Позвоните по телефону и доверьте свою проблему профессионалам. 8495-205-1414. 8495-205-1414. Нужна площадка для важного мероприятия? Не знаете, где провести деловой ужин? Сбились с ног в поисках места для конференции? Доверяйте проверенным решениям. Ресторан «Бэкстейдж» на крыше «Крокус-Сити-Холл» одна из лучших корпоративных площадок Москвы. Профессиональный сверх, звук, 9-метровый экран, безупречный сервис и кухня. Ваши гости оценят «Бэкстейдж». Резервы дополнительной информации по телефону. 495-727-1636. Или на сайте backstagerest.ru. 12+. 23 ноября в пятницу. Блиномания от «Комсомольской правды». Купите газету, вырежьте купон и получите блинчик с начинкой бесплатно в любом ресторане сети «Теремок». Спешите на блины. Реклама. 12+. Телефон рекламной службы в Москве. 8495-637-6522. Главное вовремя. Российская фигуристка, а теперь еще и комментатор, будем так называть, и гостья нашей сегодняшней программы, Елена Родионова у нас сегодня в гостях. Кстати, она бы тоже принимала участие в гран-при, если бы не обострившаяся травма. И каталась бы она, ну, по крайней мере, одну из программ вот под эту песню. Я не знаю, вот в той ли интерпретации или нет, но... Это прошлое, да? Это прошлое, да. История любви. А вот сейчас готовится что-то новое. Я понимаю, что вы сейчас залечиваете все, да? Ну, у меня с самого начала сезона были готовы новые программы, но, к сожалению, я их нигде не показала. И, возможно, одну из программ сделаю как показательный номер, а вторую, возможно, оставлю на следующий сезон. А у меня вот какой вопрос. Часто, когда я смотрю фигурное катание, ну, вот, особенно Тарасова любит сказать, ой, рискнул, рискнул, получилось, ну, или не получилось, да, в зависимости от того, как развиваются события. И вот я задавала вам вопрос об оценках, вы сказали, лучше меньше, да лучше, да, если подвести такой итог. А имеет ли право спортсмен во время своего выступления принять решение, что он идет на риск, или же вообще, а сделаю-ка я другую дорожку шагов, потому что умею? Ну, это как сюрприз. Ну, спортсмен может рискнуть, сделать сложнее каскад. Но там тоже нужно... Три вместо двух? Да, например, сделать 4-3, а не 4-2. Но там тоже надо считать, у нас может быть только 2 повтора тройных прыжка. То есть спортсмен должен во время программы перестраивать свой мозг и считать, сколько он прыжков сделал. А так, чтобы сделать другое вращение, другую дорожку, это невозможно. Почему? Ну, потому что дорожку мы накатываем целый год, и чтобы получить 4-й уровень, там нужно сделать определенный набор шагов, также должен присутствовать корпус, сложные элементы, переходы. В общем, там очень много всего, и ты так просто, например, сделать ту дорожку, которую ты захочешь, не сможешь. Плюс еще у нас каждый элемент ложится в музыку, и мы накатываем, получается, весь год одну и ту же программу, и только к концу сезона эта программа подходит в оптимальном виде. — А когда вы, прыжки же вы можете поменять, да? — Да. — И сколько у вас есть вот мест в программе, где вы можете исполнить этот прыжок? И когда вы принимаете решение, когда вы будете что прыгать? — Да. Но так тоже, в принципе, спортсмены не делают. То есть уже есть одна программа, он ее катает, он ее накатывал несколько месяцев, он ее и показывает. Бывают какие-то случаи, когда, например, спортсмен падает с первого прыжка, и он понимает, что ему надо где-то сделать каскад, и он его добавляет во второй части программы. Бывают такие случаи, потому что на каждый прыжок свой заход, и вот так вот поменять во время программы, это очень тяжело. — То есть можно плюсы накидать где-то в середине программы на весы, на чашу весов, чтобы перевесить тот первый минус, который вначале был? — Ну вот у меня, например, был такой случай, я как раз в прошлом году на Растелеком Кап упала с прыжка, причем я даже еще не вылетела, то есть я заехала, в прыжок, и у меня нога слетела. И я не знала, как мне судьи оценят этот прыжок, нет, потому что я даже еще не оттолкнулась, то есть можно сказать, я с дуги упала. И в конце я добавила этот же прыжок, с которого упала, но мне судьи его не засчитали, просто поставили прочерки, потому что они посчитали, что с того прыжка, с которого я слетела, ну это уже был как Риттбергер. — Лен, в какой момент понимаете, что сейчас падение будет? То есть в момент отталкивания уже, в полете понимаете, что, в общем, прыжок не задался, да? — Ну иногда, да, во время полета. — То есть в голове сейчас так, ой, сейчас будет больно. — На самом деле это каждый раз как лотерея, то есть ты вылетаешь, вроде кажется, тебе все нормально, на самом деле на пол приземляешься, или наоборот летишь просто под наклоном, но как-то спасаешь прыжок. — Иногда такие углы приземления, что я думаю, ну как, это противоречит физике вообще. — Да, да, но это все зависит от характера спортсмена, бывают те спортсмены, даже посмотреть на Юзуру Ханью, он борется за каждый прыжок, неважно, как он летит под наклоном, не под наклоном, он всегда борется за прыжок. И посмотреть на других мальчиков, ну, они вроде вылетели нормально, но что-то пошло не так, и они решили передумать, делать этот прыжок. — Давайте мы сейчас, у нас же тема самая главная, взлет действительно и успехи женского фигурного катания. Мы уже несколько раз об этом говорили, что давайте вспомним, что было 10 лет назад. У нас было женское фигурное катание, но мы смотрели, когда наступали гран-при чемпионата Европы или мира, мы смотрели противостояние Плющенко-Ягудин, да, у нас мужское фигурное катание. Сейчас за мужчинами меньше наблюдают женщины. Вы можете объяснить, почему? Ну, помимо того, что вы красавица-богиня, это понятно. А вот так, ну, действительно, за счет чего этот взлет? Ну, помимо меня, есть еще красавица-богиня, это, мне кажется, самый главный фактор. Но вообще, если честно, мне кажется, сейчас очень большая конкуренция просто. Из-за того, что большая конкуренция, все пытаются усложнить свои программы, и это намного зрелищнее смотрится. Поэтому каждый тянется друг за другом, и, мне кажется, сейчас наш вид действительно самый интересный. — Но вот эта битва с Загитовой, с Медведевой, она продвигает фигурное катание или все равно его закапывает? — Она продвигает, помимо девочек, сейчас еще сильные японки пошли, и американки, поэтому они тоже могут в борьбу вписаться. Потому что, на самом деле, в женском одиночном катании все очень непредсказуемо. Посмотрите, каждый год новые лидеры, и, на самом деле, я не исключу того варианта, что к новому олимпийскому циклу будут абсолютно другие люди лидировать. — Ну, моя боль. Знаете, в женском фигурном катании какого-то? Оно становится слишком детским. Я имею в виду, для меня вообще, да, фигурное катание, прежде всего, ну, такой очень сексуальный вид спорта, потому что, ну, это красиво, и это здорово, да? — Ты сейчас совершил каминг-аут, считай. — Ну, может быть, да, когда 15-летние девчонки, да, они здорово прыгают там четверные, да, сейчас вот даже, но, черт возьми, для меня это не фигурное катание, для меня это все-таки набор элементов. — Ну, мне кажется, ИСУ придет к такому мнению, то, что придется повышать уровень выхода во взрослые, точнее, возраст. — Возраст, да. И потому что сейчас действительно очень мало девочек, которые, точнее, девушек, которые уже катаются по взрослому, долгое время катаются по взрослому уровню, и, конечно, мне кажется, ИСУ и так в этом году рассматривал этот вариант, но мне кажется, через несколько лет все равно они придут к такому выводу, что нужно поднимать возраст. — Вам интереснее смотреть на четверные в исполнении 15-летних девчонок или, не знаю, там, на Каролину Костер, как она выкатывает свои программы? — Ну, конечно же, на Каролину Костер. — Почему? — Потому что это фигурное катание. Это не прыжки на льду, это фигурное катание. Но на самом деле, вот смотреть, как юниорки сейчас четверные прыгают, это тоже очень интересно. Но другой вопрос, как они смогут сохранить эти прыжки во взрослом катании или же нет? — Это в силу того, что меняется физика человека катания. — Да, и это действительно главная сейчас интрига. — И страх появляется. — А, да ладно. — Да. — А у меня, знаете, какой вопрос, раз вы заговорили о таких уже прославленных именах. Вот во многих видах спорта, ну, неважно, в любом деле профессиональном есть такие хрестоматийные вещи, которые, как говорят, вошли в учебники. Вот есть ли для фигуриста, может быть, виртуальный учебник какой-то в голове, что вот эта дорожка этого спортсмена вошла в учебники, этот прыжок или там выход на лед, Катарина Виткармен, это вошло в учебники. Такое у вас есть? — Нет, у нас все на самом деле очень индивидуально. Кому-то, у нас субъективный вид спорта. Кому-то одна фигуристка нравится, кому-то вторая. И ты не можешь доказать, почему одна лучше другой. То есть у всех разные вкусы. И мне действительно очень многие люди подходят и говорят, Лена, давай, возвращайся на лед, мы очень ждем женского катания. — Хорошо. Лена, завтра появится мужчина, юноша-одиночник, который подойдет к вам и скажет, Лена, может, в паре попробуем. Ну что вы? Я одинокий, вы одинокая. Смотри, что попробую. — Чего зря время терять, Михаил, давайте. Ну, уйти, например, в танцевальные пары. — Ну, в танцевальные, в принципе, еще возможно, а в пары это вообще нереально. — А в чем разница? Объясните нам, далекий моталь, да. — Потому что в парах намного нужно дольше прикатываться, накатываться, как это правильно называется, скатываться. — Чтобы вас закинул спортсмен, партнер, вернее, не на трибуны, а на лед. — Нет, у девушки должна быть уверена, что он не просто подкинет, он еще и поймает. — Миша сейчас не понимает вообще, какую сенсацию зажег. Сейчас на всех форумах фигурного катания Елена Родионова уходит в танцы. — Нормально, нормально. — Нет, почему? В танце интересно попробовать, потому что, на самом деле, мы много спортсменов, кто катается с танцорами, потому что все танцоры очень хорошо скользят, и покатавшись с танцором, мы переносим какие-то фишечки к себе. — А, то есть вы катаетесь так между собой с танцами? — Ну, мы не то что в паре, мы как бы тренируемся с ними, и это действительно очень хороший опыт, поэтому, на самом деле, попробовать себя где-то в танцах я бы была не против, потому что мне вообще нравится танцевать. — В танцах же не прыгают, как же так, вот вы летаете, вы парите, а тут получается... — Ну, на самом деле, не все фигуристы любят прыгать. — Вот сейчас опять, вот где камин-аут был. — Не все одиночники любят прыгать. — Ребята, я знал одного одиночника, я не вспомню сейчас его имени, он не любил прыгать до такой степени, что у него был номер, он неуклюжего клоуна играл, и все прыжки у него были неуклюжи, и было непонятно, то ли он действительно так неуклюжи прыгает, то ли это образ такой, вот неуклюжего клоуна. И судьи не знали, они ставили ему 6, но тогда еще были оценки 5, 9, 6. — Понятные нормальным людям оценки. — Сейчас это не прокатит уже. — Это сейчас для шоу, наверное, больше. — Для показателя. — Лена, сегодня все получится. В общем, мы будем слушать ваш комментарий. Поразите всех французов. Подписывайтесь на инстаграм. Ленок под нижнее подчеркивание Родиона. — И слушайте нам Матч ТВ комментарии. — Залечивайте травму, возвращайтесь на лед. — Спасибо большое. — Спасибо вам большое, действительно супер. Очень много интересного, и вы такое настроение дарите. Вот чтобы оно оставалось у вас таким же и до вечера, и еще несколько дней вперед. — Елена Родионова была у нас в эфире. Друзья, оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут. Продолжение программы «Главное вовремя». Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Реклама.